сейчас зашли в николаевский смотрите здесь какой доме пряничный за полторы ну конечно кто-то есть будет кого-то может деньги купят но я не знаю ну нафиг надо это и для красоты чисто есть это не очень-то если честно офигеть внутри-то пусто это сегодня у нас рождество тоже без сахара ну да но без этикетки до тарелочки смотрите достала эти красивые правда их три только но артем будет 10 лимонад лимонад сделаю сейчас покажем взяли вот знаете вот вам вчера показывали нет в общем тархун называется вот вот эта фирма magic 3 в общем николаевский набор взял красными но на этом у нас сегодня не будем завтра наверно сделаем битвейн вот лимонад тархун тархун там написано не лимонад апельсины и газ воду добавили вот акваминераль вот так что будем пробовать кстати он добавил это много воды поэтому не сладко нормально пирочку нас овощи потушили картошечка курица отбит отбитая все шапки ну иди давай так что вот такой один стол сегодня так хотелось и левее слушать и вообще на момент не заправляла сметаны заправили делаю еще вот это суфле покрывал уже зеленый зеркальный глазурь остатки глазури ставите собирала положила рядышком разрезе покажу как выглядит снизу бисквит красный бархат и тут желе клубничная и знаете чем я поняла почему у меня глазурь стекала с мусса потому что потому что нужно добавлять химию туда диоксид титана чтобы не было ни чтобы не была такая глазу прозрачная представляете поэтому пускай будет думал вот так по прозрачному зато не так вредно ну краситель зеленый добавлю уже так что вот такой вот десертик это темная порция бабушка не ест у нас таки десерт она не ест шоколад мороженое и что он сказал и шоколад мороженое ну короче жирное такое все не ест хотела занять желатин ради есть такой легкий десерт можно картошку мне сегодня папа еще заболел маме звонила чем папа лежит температура знабит и так далее бабушка печеньки подарила хлопушку такую еще одну хлопушку вот такие светящиеся палочки вкусняшки мы смотрим фильме лёша сказал суперфильм но реально крутой как называть серебряные коньки советую просмотру если не смотрели тнт смотрим идет вообще обалденный фильм уже сидим не знаю сколько уже по времени смотрим вот так вот прям с ним трясемся все крутой обязательно посмотрите то не видно ребята новый год меня начался с разборок спать им ладно давайте я вам расскажу что произошло после того момента как я съездила блин у меня ресницы ребята начали отваливаться всем привет ребята уже прошло несколько дней после того момента как я съездила в торговый центр сколько 44 дня прошло как если за торговый центр дала платье новый год начался разборок блин вообще не собиралась этим заниматься сейчас там а значит я же она оставила заявление там поехал образу по дурацком просто эти образцы и ждала ответа думаю мне на через день через два позвонят или там что-то мне ответит тишина и вот сегодня сколько не прошло четыре дня и они девушка идеально предприниматель мне написала ответ на мой ватсап она мне ответила документ она мне отправила то есть не просто текстом отправил документом что типа ответ на мое заявление и значит она там написала грамотно так все расписано но не знаю если бы я на ее месте была мне кажется я то же самое бы боролась бы до последнего ну как она перри в общем если перевести то что там она не написала русским человеческим языком доходчивым да то там написано что она якобы передала мне ну пусть она продавец як передала мне платье как бы хотели платье получили платье и дальше она расписана что якобы у меня было время 15 минут на камеру сфиксировано что я 15 минут была в примерочной и якобы я могла за это время проверить органолептические свойства ткани представляете то есть человек когда покупает на при этом анлитические свойства ткани как бы я вообще без задней мысли не проверял даже как бы он не подумала что могут быть там блэски отлетать и так дали у меня там главное заявление было просто магнит срочка свободна напишите по причине но сдаёте платье нет у меня это было написано чтобы блестки отлетают остаются на теле и на полу вот так написала. И вот они там прописали, что якобы у меня зафиксировано, что я 15 минут под камерами там была, примеряла платье, и у меня было время проверить эрагнолептические свойства ткани, там еще там что-то там много расписано, ну там по закону, где-то они там что-то, может быть, где-то взяли этот текст. И дальше следующим абзацем таким большим пишут то, что якобы эта вещь согласно статье закона о защите прав потребителей является качественной. То есть якобы я провела 12 дней в этом платье, в корпоративах, в новогодних праздниках, пишут, и отрывала ялыки и тусила в этом платье. Ну, как бы я просто перефразирую, но смысл понятен. То, что они считают, что это платье было качественное, я в нем протусила все эти 12 дней, ну, потому что 12 дней прошло с момента покупки, они посчитали. И как бы то, что сорвала бирки, они считают, что платье уже невозвратное в течение 14 дней. Вот. Вот их посыл. То есть не признают, что оно некачественное. То, что я тусила 12 дней в корпоративах, новогодних праздниках, может быть, там, не знаю, где-то валялся, возможно, по их словам в этом платье. И за 15 минут должна была примерочная проверить ревно-элиптические свойства ткани. Прекрасно. Ладно. Ну, и может быть, я на месте ее тоже так же боролась, знаете, и писала, что, мало ли, может быть, человек на той стороне может скажет, а нафиг, и как бы передумает, либо посмотрит, испугается. Но не на технормальности. В общем, я ей ответила. Ну, я ей ответила просто ватсап словами. Я думала, может быть, документом все-таки написать грамотно. Думаю, если она мне не ответит, то я потом уже целенаправленно напишу нормальную претензию и отнесу в магазин, ну, просто в двух экземплярах себе оставлю ей. И потом уже начну действовать. Просто если в таких нормальных условиях не договоримся, переговорах, то придется так действовать. Думала, пока сделаю так. В общем, я ей ответила о том, что я покупала платье, а не блески. О том, что мне передали платье, и оно, то, что отлетает блески, меня и об этом не предупредили. Об этом. То есть блески отлетали, то есть это не я его таким сделала. Вот. И объяснила, что есть у меня вещи. С их магазина, кстати, не первый раз я их там покупаю. Сейчас даже вам покажу, наверное, специально. С блесками я покупала у них в футболку и со стразами. Им больше двух лет прекрасные вещи. Обожаю, люблю и нет желания с ними прощаться. Вот честно. Вот. И вот после этого момента разочарование, конечно, полнейшее. Они продали мне сейчас некачественную вещь. Вот. И я прям расписала, что я планировала не один раз его одевать, это платье. Я не планировала покупать блески. Я планировала платье покупать. Все это сыпается, оставляет точки на теле. Но неприятно, знаете. Снимаешь платье, и весь в блесках, здесь черные точки. Смотрите, оно смотрится не как блески, а как черные точки прямо на шее. Вот. Вот. Ну и, собственно, говорю о том, что платье некачественное. Прошу делать возврат мне этой некачественной. В общем, я вам возвращаю некачественную вещь, и вы мне возвращаете деньги. В общем, на этом остановилась я и, в общем, отправила им это письмо. Вот. Как бы вот так. Не знаю, чего не ответят. Но давайте я вам даже покажу, что я у них покупала сейчас. Специально нашла одежду. В общем, смотрите, у меня футболка засветилась. Этот магазин, вот, магазин Тумфар называется. Вот, со стразами. Прекрасная футболка, качество просто отменное. И еще одна футболка, кстати, вы, наверное, тоже меня видели на видео. Здесь, правда, у них Анна-Анна написана, но я тоже в этом магазине Тумфар брала. Вот она, футболка, смотрите, с блестками. Они не отлетают, с ним ничего не происходит. Прямо держатся, как убитая. Понимаете? Просто тоже блестки, казалось бы, да? Просто, понимаете, да? То есть, качество ткани есть качество ткани. То есть, ну, ничего ты с ним не сделаешь. Если оно отлетает, то оно, блин, будет отлетать. Если бы стоило бы это платье, ну, не знаю, до тысячи рублей, я вообще бы, наверное, не парилась бы, не писала бы, ничего не это, но как бы обидно. Знаете, сейчас это платье стоит в два раза дешевле у них на... Я видела на рели продается в два раза дешевле. Ты покупаешь в два раза дороже, тебе говорят, что оно качественное. Ну, в общем, неприятный осадочек остался после этого магазина, и, знаете, уже даже не хочется туда идти. Хотя вот футболки, блин, отменные. Ну, ну, видите, идеальный предприниматель, она сейчас будет бороться до последнего. Вот. Возможно, я бы на ее месте так же бы и делала бы, ну, не знаю, доказывала бы обратное, применяла бы там свои приемчики, да, как она это делает. Ну, блин, неприятный осадочек. Вот. Не знаю, чем это все закончится, но я вас буду держать в курсе. Может быть, это все разрешится, может быть, и нет. Если это все не разрешится, я, ну, как, я уже делаю принципы, я пойду на принципы. Я напишу претензию и пойду, как бы, не знаю. Не очень-то приятненько, знаете. Хотя платье, фасон отличный, но, блин, эти блески не готовы мириться с блесками. Не готовы, к сожалению. Как-то так, ребята. Не готовы ходить вся в блесках, в черных точках. Блин, просто, не знаю. Хотя, не надо думать, что я там реально у него тусила несколько дней, 12 дней, развлекалась, корпоратива, ресторан находила, у него таскала, сваляла где-то, и оно начало посыпаться. Привет, ребята. Я сижу, жду папу, несу подъем свою. Я с ним решила поехать отдать претензию, потому что я переписывалась с начальницей по WhatsApp, но это фигня по WhatsApp, поэтому я накатала претензию, иду к издарам, сейчас пойду понесу отдавать. Что-то она молчит, помалкивает и WhatsApp молчит. Думаю, ну нафиг. Лучше сама поеду. Вчера, получается, мы с ней общались утром, обедом. Вот. Сейчас я думаю, что я буду отдавать, отец все равно поехал. Я с ним решила скачать в ресницы, а тут у меня скомковались. А вот, он же ушел где-то, сейчас у тебя это пропало. Так что, вот такие дела. О, мне, кстати, она написала, мне, кстати, это начальница написала магазин, а я еще не успела приехать, сейчас посмотрю, что она написала. В общем, хозяйка магазина написала мне сейчас WhatsApp, написала, что, извините, забыла ваше имя, отчество, я сожалею, что так получилось, я не хочу, чтобы вы расстраивались, но мы хотим вам дать скидку на следующую покупку в 30%. Прикольный у них маркетинговый ход вообще. Мало в том, что платье не очень, но еще и следующую покупку, после этого встречи к вам, ребята, не хочется идти за покупками. То есть, она говорит, у меня точно такое же глиттерное платье, почитайте в интернете, можно просто лаком для волос брызнуть. Мне оно надо? Вот, скажите. Мне оно надо? Они сейчас это платье, во-первых, продают со скидкой 50%, а я сейчас буду геморроем страдать и брызгать платье, искать в интернете глиттерное, а не глиттерное. То есть, у нее точно такое же платье, она говорит, я брызгаю лаком. И он предоставит скидку 20%. Вы можете, конечно, ваше право делать экспертизу и, говорит, ваше право, можете делать экспертизу, обращаться в суд, наверное, написано. Пипец. Долго еще в платье буду ходить? Ну, короче, не знаю, посмотрим. Я сейчас все равно с бумагами смысл возвращаться уже не буду. Ну, и ругаться не хочется, но, блин, если ты видишь, что платье действительно осыпается, блин, верни тоже деньги человеку и все, блин. Стоило бы, что до 1000 рублей я вообще бы не парилась. Вот, если бы я купила бы в другом магазине более крупном, ну, индивидуальный предприниматель, там бы не было проблем с возвратом. То есть сразу же бы приняли бы и все. Вот это вот хуже нету, когда связываешься с такими магазинами, ну, они перекупаны, ну, как посредники, у них даже не франшиза, не знаю, что это там, франшиза. Но платье-то явно не томфар, понимаете? Вообще, капец. Дернул меня, черт, взять и купить там в это платье. Ну, мне понравился фасон этого платья, ну, блин, с блестками и лица я не хочу, ну, блин, капец летит. Стоил он там тысячу двести бы там, ну, блин, полторы еще, ладно бы еще согласилась, ну, блин. Зато сумма, она изначально у них сама стояла на этой платье три девятьсот. Представляете? Три девятьсот. Они еще типа скидку сделали тридцать процентов, якобы. Не знаю, вот это все накрученные маркетинговый ход скидочные эти все приколы их. Вот. Ну, нет, ребята. Я сожалею, ребята, но я не хочу, заморачиваться, брызгать платье лаком и так далее. Мне не хочется. Кстати, напишите, были ли у вас такие случаи, когда вы что-то возвращали, а случай был именно с индивидуальным предпринимателем. Он, кстати, очень часто сталкивался с таким уже, с такими ситуациями у нас в городе, сплошь и рядом. То есть, именно индивидуальные предприниматели, которые такие, ну, мелкие, не сказать, что прямо она крупная, ну, просто по городу, у нее один, видимо, магазин, ну, скорее всего, один, потому что у нас больше нету, только в форме. И вот, не хотят, продают, носят сами такие платья, ну, как бы, ваши правы, вы хотите мириться, а я не хочу с этим свойством, ткань, мириться, постоянно брызгать, когда у меня желание. Ой, так жарко, в машине что-то у отца вообще, в машину-то вытащить, не знаю. Ладно, пока у отца сижу, я еще на озоне, у меня что-то нагреется все, нафиг. Я заказала на озоне еще маску все для волос, мне одна девушка в инстаграм посоветовала, мне как-то спрашивала про дешевые белитовские маски для волос, и мне там одна девушка написала, типа, от коралла у них классная, с маточным молочком, с чилиным молочком, в общем, я заказала от коралла, у меня сейчас вход от коралла с кератином, обалденный шампунь, бальзам волос, такие, знаете, такие гладкие, прям шелковистые после этого ухода, и в общем, заказала маску от коралла, дорогая, зараза, маска, но маской не каждый не пользуешься, итальянская фирма коралла, отход для всех типов волос, написано, здесь еще для тестирования вот такая вот, какая-то что-то, шампунь, шампунечка какая-то розовая, попробуй, да, что-то намазано, не помню, то ли клей, то ли что, попробуйте, эту маску, мне девушку прям посоветовала хорошую дать маску, надеюсь, она не протекла, ребята, ой, нет, не протекает, видимо, клей какой-то, или что, намазали, маска вот такая, пробуй, не держался, пахнет кремом для рук какими-то важнейшими, почему так вызывается, 1300 рублей, 1200 рублей маска стоит, капец дорогая, шампунь в целом, но маской каждый день не пользуешься, так раз в неделю, раз в две недели, можно, так что вот взяла, пиртезию у меня, на четырех листах, два экземпляра, два листа, и два листа вообще, себе, себе и платье с собой таскаешь, я все надеюсь, что она мне ответит положительно, но она, видите, решила дальше бабки делать на мне, мало того, что я, ну, у них футболки, как я показывала, реально классные, одна реально Томфаровская, стразы, ничего не отвалились, ничего не там, какие блестки вообще классные, ну, блин, я не хочу, я не покупала такого супучего платья, у меня, знаете, вот этот розовый коврик, который спортивный лежит дома, весь в этом, в блестках, я вот думаю, как теперь отмывать его, закинуть его в ванну, и щеткой промыть ее, строить воду, и промыть, вообще весь блесток, так постоянно платье хранила бы в пакете, в шкафу, постоянно вот так вот мучается, да ладно бы, ну, просто блестки, еще были бы деликатно, как-то на теле бы смотреть, зато они на этими черными точками, блин, мне не нравится такой расклад, все, претензию отдала, лавизор спасалась, и все, сейчас она будет ей звонить, наверное, ну, ладно, я главное свое дело выполняла, потому что, пускай думает, у них последний шанс остался, стою, о, а ты где был-то? А я думаю, куда ушел, думаю, куда убежал, нет, я пошел в туалет, потом, думаю, дай к перчатке, спрошу, зашел, размеры маленькие, во-первых, минус 30, правда ли? минус 30, Артема взяла вот такие, дешевенькие, да он вообще не носенькие перчатки ходит, ну, а что руки морозит, ну, не знаю, я ему говорю, шапку оденю, шапку даже не деваю, смотри, там еще и черные остались, да, и мягенькие они на руке, видишь, как, 600 рублей, это липучки, это, затягивается, тебе под куртку хорошо подходит, не видно даже, под цвету прям, я под коричневую хотел, турецкую, ты же ходишь в этом, зачем тебе коричневую, снег идет, какой полный трамвай, вообще битком забитый, вообще, я такого никогда не видела обычно в маршрутках, так забиты, посмотрите, аж на люди, вон, на выходе прям стоят, обалдеть, что-то у меня вспышка сработала, ничего в телефоне, светит, насвечет, потолок поехать, наверное, давай, обалдеть, битком прямо, сейчас, очередь, что-то машина, да, ничего себе, трамвай прямо под завязку, такого ничего не видела, ну, полпустые ездят они, смотрите, обалдеть, как в метро, наверное, в час пик, так тепло, и похолодание ожидается еще, когда мне кажется, 9, и в ближайшие два дня, бежит, пошли у завода забрать, что-то кулек какой-то, а, микрофон Артему заказывал уже какой-то, папа тут какие-то эти, отковыривать, ледышки, а мы думаем, откуда он появится, слева или справа, все, мы приехали, наконец-то, я с папой спереди, больше точно не поеду, нафиг, у него там печка топит, за десятерых, наверное, у него там, видите, с одной стороны, где вот он сидит, у него там не топится, а вот где я сижу, там на максималке, и у меня вообще, ноги как сосиски свалились, да, у него там что-то не работает, ну и невозможно, он на максимуме мне врубил, а я сижу, мне плохо, а ему-то холодно, если даже я выключил, он вообще там замерзнет, и начинают окна потеть, короче, ой, это песец, короче, если выключаешь, ну что-нибудь, начинается ерунда, теперь я знаю, что-нибудь снимаем, мы спереди, зимой не ездить, потому что там, блин, застрелиться можно, я реально, я не могу, я уже окошко открою, этому дует, Леша зайдет, я сварилась там, сидеть, жарко, невозможно, он сказал, что поедет, куда-то там записался, в СТО, посмотрели ему, он уже менял печку, что там, там менял же уже печку, или кондиционер, что там, не знаю, какой-то СТО, может там посмотрели, сказали, что там причина, он там в новую печку поставил, видимо, делают они в печке, что-то там, видимо, где-то и воздух не ездит, с одной стороны, какой навороченный, микрофон, какой обзор, успаковка, чек, ребята, что это, Артем у нас будет АСМР снимать, как он спит, храп свой, спать ложится, включает, давай, включи на ножки-то, поставь, вот нафига ему такой красивый-то, ё-моё, а это тут чё, Лёша, есть чё, чё здесь, к микрофону, капец, А чё, где? Вот, чё это? А это чё, ой, а чё туда комят эта штучка-то это? Да не подожди, ты раздевелся, а чё, как тут? Ребята, всем привет, я пошёл спать, АСМР. Ну, привет, привет, поскучилась, что ли? Ты прям соскучала? Не скучай, мать, а, ты поесть хочешь? Чё будешь есть, телятина? Телятина есть, говядина есть у тебя тут. Ты хорошо живёшь, у тебя говядина, телятина. Телятина я не ем, простите. Итак, всем привет, и в эфире нашего радио в любовь на проводах мы ведущий в проводах соединены. Алексей Александрович. Хочу сразу всех поздравить с наступающим 14 февраля, в январе. Ничего страшного. И пожелать всем влюблённым любви и любви. И сосисок в тесте. Вот мы Артёма сосиску в тесте ещё подогнали. Почему Артём? Мне почему не... Ладно, положи сосиску. Друзья, сегодня мы хотим провести конкурс и разыгрываем один билет в кинотеатр Как он называется? Абсолют. Кинотеатр Еврозона. Абсолют. Итак, вопрос. Разыгрываем два билета на молоко с Абсолюта. Итак, вопрос. Сколько часов спал сегодня Артём? Он даже не вставал и не ложился. Алё, подъём. Артём, хорэ спать, а? Хорэ днём спать. Вставай, давай. Микрофон иди, тестируй, проверим. Слышишь? Артём, аж он спит. Ну что, забрала я свой графин на зоне. Вот он. Но он, конечно, меньше по объёму. Видите, здесь полтора литра вообще-то написано. Здесь я не знаю, сколько, но здесь, наверное, два. Но иногда, знаете, вот на стол на новогодний у меня была необходимо сальфитровать отдельно воду, и графина отдельного не было для Морса, например. Так что один даже запасной графин всегда нужен. Так что я его просто уберу, фильтровать буду сюда. Фильтровать я всё равно буду. Воду через кувшин. С Лёшкой мы поговорили насчёт фильтра, он сказал, что у нас не такая плохая вода, чтобы ставить такие фильтры, эти вот, ну, эти, как они называются, грейзеры и так далее, тройные, у нас нету столько места под раковиной. Вот. Вот если бы у нас был свой дом и вода бы реально была плохая, кстати, у нас бы реально хорошая вода, она с ней хлорируется. Ну вот во время коронавируса она хлорировалась. Сейчас она не хлорируется, не такой прям грязи, прям, что прям там забивалось как-то. Поэтому обычным фильтром, таким кувшином фильтруем нам достаточно. Вот. Мы с ним поговорили на эту тему, он сказал, что не вижу смысла ставить такой фильтр, ну, вниз. И всё-таки, знаете, на край ставится, ну, прям на балдажник такой прикручивается, ну, не знаю пока. Пока такой вариант. И знаете, что удобно, вот в этом именно кувшине здесь есть фильтр, то есть, если я закину сюда лимоны, ягоду какую-то, они не будут, вот как здесь, сразу выскакивать, всё будет оставаться в самом графине. Ну, сейчас я промою эту крышку, сперлю воду, закину сюда какие-нибудь лимоны, и вот будем пользоваться таким графином с крышкой, а то, знаете, отфильтруем, убираем, и здесь вот всё летит, пыль попадает туда, я не хочу, чтобы попадала, поэтому взяла с крышкой закрытый кувшин. Вот. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова